27 боевых столкновений на фронте за минувшие сутки. Об этом накануне в вечерней сводке сообщил Генштаб вооруженных сил Украины. Только на Покровском направлении российские захватчики предприняли 40 атак, за что поплатились почти тремя сотнями человек. Понесли потери в вооружениях и технике. На Кураховском направлении силы обороны отразили 35 атак противника, на Лиманском 18. Попытки россиян продвинуться украинские военные пресекли также на Времевском, Торецком и Краматорском отрезках фронта. Это неспокойно было на Харьковском и Купинском направлениях, а также на Ореховском и Приднепровском. В Курской области силы обороны Украины продолжают операцию, держат оборону. Там к вечеру пятницы отразили 28 атак россиян. Еще 1420 российских военных ликвидировали силы обороны Украины за минувшие сутки. Об этом информирует Генеральный штаб вооруженных сил Украины. Также украинские военные уничтожили еще 20 российских танков, 36 боевых бронированных машин и 24 артиллерийские системы. Кроме того, уничтожены 105 беспилотников оперативно-тактического уровня, а также около 80 единиц автомобильной и специальной техники. Все цифры потерь армии России за время полномасштабного вторжения на территорию Украины прямо сейчас, видите, на своих экранах подготовили информационную графику. С начала суток на передовой произошло уже 118 боев. Больше всего российских штурмов на Покровском направлении отмечают в Генштабе вооруженных сил Украины. На Лиманском участке украинские войска успешно отразили российские штурмы в районе Грековки, Новоегоровки, Макеевки, Луганской области. Противник пытался наступать и в районе Торского и Тернов Донецкой области, а также Зеленого Гая и Волчанско-Харьковской области. На Купенском участке Харьковского фронта российские войска используют и пехоту, и бронированную технику, говорят военные. Если говорить о Харьковщине, это один из ключевых, важных направлений, в которых противник не выполнил задачу до 1 ноября, которые ему ставили, что он обязательно должен выйти на Купенск-Узловой, взять Левобережный Купенск и занять полную меру плацдарм на левом берегу реки Оскол. Это задание противник не выполнил. Российская власть и генералы сейчас находятся в бешенстве. Они привели свои подразделения в режим так званого камикадзе. Что это значит? Это значит, когда нам плевать на потери, нам плевать на здравый смысл, которого мало в русских в целом. Мы должны выполнить задачу. И как следствие противник лезет всеми силами и средствами. На Харьковском направлении бойцы бригады Помста уничтожили 4 танка, БМП, склад и пехоту российских захватчиков. На Покровском участке бойцы 5-й бригады пресекли очередную попытку оккупантов штурмовать бронированной колонной. В Донецкой области оккупанты меняют тактику малых штурмовых групп, говорят военные. Если раньше россияне шли по 3-4, то сейчас посылают своих пехотинцев по одному. Наугад в одну сторону. Те пехотинцы натыкаются на наши боевые порядки или их выслеживает аэроразведка. Процентов 90 остаются на месте. Раненые или убитые. Юрий Сиротюк, главный сержант роты огневой поддержки 5-й отдельной штурмовой бригады вооруженных сил Украины. В интервью Суспильному. Очередную колонну техники, захватчиков, ВСУ разбили и на Времевском направлении. Там россияне потеряли 4 единицы брони. Противник понес потери в технике и большие потери в пехоте. Также был обнаружен и уничтожен вражеский град. Россияне пытаются прорваться тяжелой техникой, доставить как можно больше пехоты и высадить ее для проведения штурмовых действий. Двигаются вдоль посадок или просто прут посреди поля. Враг совершает такие действия сразу на нескольких участках. Аэроразведка заблаговременно обнаруживает противника, что позволяет эффективно отработать по нему. Для поддержки своих войск противник применяет артиллерию и РСЗО. Из сообщения коммуникационного подразделения отдельной президентской бригады вооруженных сил Украины Facebook. А из временно оккупированного Крыма российские захватчики перебрасывают на фронт старую технику и необученных мобилизированных, сообщают партизаны. Из-за критического дефицита техники и личного состава российские оккупанты расконсервируют старую военную технику на полуострове для отправки в Херсонскую и Запорожскую области. В районе Евпатории наши агенты зафиксировали погрузку на эшелон грузовиков с кунгами. Использование подобного хлама на фронте подчеркивает огромные проблемы с заменой уничтоженных машин. Вместе с этой техникой на фронт также отправляют свежемобилизованных, которые не проходят никакой подготовки. Из сообщения партизанского движения «Атэш» в Телеграм. В нашем эфире еще одна история этой войны. Они продолжают жить в одном из самых опасных районов Херсона. От него до позиции российских войск всего несколько километров. До полномасштабного вторжения России остров был престижным районом на правом берегу Днепра. Сейчас одно из самых опасных мест в прифронтовом Херсоне. Его атакуют с временно оккупированного левого берега реки ежедневно. Тут нет отопления, но пока есть свет и вода. О жизни на острове далее материали наших корреспондентов. Район остров встречает опустевшими улицами и свежими следами обстрелов. Среди разрушений возвышается девятиэтажка. Этот дом стал символом острова. На его фасаде яркий мурал, который был частично уничтожен снарядом российской артиллерии. При этом дом все еще живой. Во дворе знакомимся с одной из жительниц, но нашу беседу прерывает очередной обстрел. Прилет! Сюда-сюда в подъезд. Из Олешек, Гопров, оттуда. Там же вот так дальше по микрорайону. Днепр, Гидропарк. И левая сторона, это голая пристань Олешки. Это оттуда, до них 7 километров от микрорайона Корабелл. Во время атаки прячемся в кабинете главы ОСББ. Он выехал еще во время оккупации. Сейчас его обязанности временно исполняет Татьяна. Она принимает обращение жителей дома. Давайте его паспорт, давайте... Когда ты будешь? Я все время здесь. Паспортные данные, а справку я вам выпишу. Ну, паспорт получал внук мой средний, 14 лет. Мне нужна справка, что он прописан. Именно здесь вытяг к паспорту идет, вытяг. Вот мне нужно делать вытяг. Без этого вытягу паспорт, ну, недействительный. Как вам живется здесь? Ну, как? Мучаемся, ну, а что сделаешь? Выживаем как-то. Отопление нечет, будет зима, конечно. Несладко будет, конечно. Я думаю, что каждый как-то приспосабливается к этому всему. Вместе с внуками и дочерью Александр живет на восьмом этаже. Они приспособились отапливать квартиру газовой духовкой. Чуть-чуть прогрел, но хорошо, когда 14 градусов. А так-то же, где ты полностью ходишь в квартире. Бралось все, цвели, летом обрывался. Вон они все побавились. Тут тоже. Ну, короче, везде все. Как вон, видите, цветет это все. Тут, может, прилеты, отлеты. Это летом было. Вот этим, да? Да, вот. То зашили, то соль. Ну, короче, стекло полностью пробито. Видите, как прилет был. Да, осколки прямо там валялись. А я был на кухне в этот момент. Александру 65. До пенсии работал слесарем на судостроительном заводе. Большую часть жизни мужчина прожил в этом доме. Рассказывает, заселился еще в юности. Одним из первых в 82-м году. Два прилета в одну квартиру. На крышу между подъездами. Вот три прилета было. Именно в наш дом. Помимо обстрелов дом выдержал и наводнение. После подрыва российскими войсками плотины Каховской ГЭС прошлым летом уровень воды поднялся до 8 метров. Квартиры на первом этаже были полностью затоплены. Этот стадион напоминал бассейн. Когда был потоп, волонтеры привозили нам воду, привозили заряженные уже пауэрбанки. Знакомые друзья пытались что-то через волонтеров передать на микрорайон. Хлеб, воду. Ну, такое самое необходимое. Мужчинам сигареты, потому что люди были в доме. Ну, вот таким вот образом. Передавали друг другу через крышу. Вот так как у меня были все ключи от чердаков и от подвалов. Вот, воды было очень много. Воды было очень много. Ну, лодками, лодками передавали все, передвигались все. Большая часть жителей дома начала выезжать после первого обстрела в декабре 22-го года. Переезжали в другие районы Херсона или полностью эвакуировались в безопасные области. Из более 200 квартир сейчас заселены меньше 50. Пусто. Пусто никого. Казалось бы, да? Средь белого дня нигде никого нет. Вообще на микрорайоне ни одного живого дома нет. Ни одного. Все дома разбиты. В этот дом вот рядом вообще ракета влетела прямо в квартиру. В этот дом, в крышу. Это вы сколько тут живете на районе? Практически всю жизнь. В школу пошла в девятую, в 76-м году. Ну, вот, с 74-го. В этом доме, да, уже, вот в этом году было 42 года, как в этом доме прожила. На улице встретили одного прохожего. Мужчина возвращался с рыбалки. Говорит, ловит рыбу фактически на линии фронта. Вам не страшно было? А вам не страшно здесь ездить? А я здесь живу. Боимся, конечно. Кто не боится? Но хочется же пойти. Это для котиков. А смысл себе? Все вывески здесь обманчивы. Рынок уже пуст до 12 дня. Но продолжают работать небольшой магазин и супермаркет. На полках только самое необходимое – товары. Все равно есть те, кто ездит в центр скупляться. Те, кто на машинах, на всем. Поэтому для них это не проблема. А до скольки работает магазин? Четыре уже закрываются. Может быть, сейчас на зиму как бы и раньше будем. Пока это я не знаю. В районе уже после 12-ти встретить людей на улицах – редкость. Российские войска достают сюда артиллерии, танками и минометами. Применяют и ударные дроны. Поэтому находиться на открытой территории опасно. При этом люди не покидают остров. Говорят, несмотря ни на что, жизнь должна продолжаться. Дарья Литовченко для телеканала Freedom. 55-летний мужчина погиб вследствие российского авиаудара по Запорожскому району. Также ранен 11-летний мальчик из-за атаки армии России на Запорожье. Об этом сообщил начальник областной военной администрации Иван Федоров. В течение суток российские оккупанты 433 раза обстреляли 16 населенных пунктов Запорожской области. Военные России совершили 15 авиаударов и запустили 233 беспилотника. Также российские солдаты совершили 10 обстрелов из РСЗО и 185 артобстрелов, вследствие которых в регионе зафиксировано разрушение жилых домов и объектов инфраструктуры. Мир должен реагировать на угрозы Путина так, чтобы он боялся расширять войну и чувствовал реальные последствия своих поступков. Об этом заявил президент Украины в вечернем обращении. Владимир Зеленский подчеркнул, что российский диктатор начинает использовать другие страны не только для террора, но также для испытаний своих новых ракет через террор. Это издевательство с позицией некоторых государств и лидеров, призывающих к сдержанности, а в ответ получающих от Москвы новую эскалацию. Желаю здоровья, уважаемые украинцы и украинки. Сегодня обнародован первый список лиц, лишенных государственных наград Украины и специальных званий. Все они выбрали поддержку преступной войны против Украины. Да и просто потеряли достоинства. Даже фамилии их называть не хочется. И уже никогда их не будет здесь, в Украине. Поэтому и все их связи с Украиной мы уберем. Служба безопасности Украины готовит и новые предложения относительно таких санкций. Второе. Сегодня уже установлено уже больше деталей относительно новой ракеты, которой Россия ударила под Днепро. И мы дадим все детали журналистам, международным медиа. Мир должен знать правду и осознавать, что единственный, кто не хочет мира, это Россия. Именно для этого России нужны эскалации. Я благодарен всем партнерам, которые уже отреагировали на этот очередной приступ российского безумия. Но кроме слов, нужно действовать. И в частности, по моему заданию, министр обороны Украины уже проводит встречи с нашими партнерами по новым системам ПВО. Именно таким системам, которые способны защитить жизнь от новых рисков. Когда кто-то начинает использовать другие страны уже даже не только для террора, но и для испытания своих новых ракет через террор, это точно международное преступление. И со стороны России это издевательство с позиции таких государств, как Китай, стран глобального юга, некоторых лидеров, каждый раз призывающих к сдержанности, а в ответ получающих от Москвы неизменно какую-нибудь новую эскалацию. Поэтому мир должен звучать серьезно в ответ так, чтобы Путин действительно боялся расширять войну и чувствовал реальные последствия своих поступков. Настоящий мир достигается благодаря силе, не иначе. Третье. Относительно нашего реагирования здесь, в Украине, на эти российские удары, на разную информацию об угрозах. Сегодня уже тысяча третий день этой войны. Все протоколы безопасности сейчас такие же, как и раньше. Если раздается сигнал воздушной тревоги, нужно реагировать, беречь себя и идти в укрытие. Какой бы ни была российская ракетная угроза, ее нельзя игнорировать. Но когда нет воздушной тревоги, государство, производство, посольство, все должны работать одинаково. И воспринимать информацию, в частности от разведок, именно как информацию, а не разрешение на выходной. Это касается всех. От Верховной Рады Украины и других структур, и ветвей власти, до органов управления в областях и общинах. Сирена звучит. Идем в укрытие. А когда нет сирены, работаем и служим. В войне иначе не бывает. Должны осознавать, что товарищ Путин будет и дальше запугивать нас. Он на этом всю свою власть выстроил. Важно уметь правильно реагировать и делать все, чтобы эта война возвращалась домой, в Россию. И чтобы там чувствовали, что такое война. И еще одно. Я хочу поблагодарить наши боевые бригады, которые проявили себя эффективно за эту неделю. 38-я отдельная бригада морской пехоты. 39-й отдельный зенитный ракетный полк. 68-я отдельная егерская бригада. 102-я, 108-я, 124-я, 126-я отдельные бригады ТРО. 128-я отдельная горно-штурмовая бригада. И 425-й отдельный штурмовой батальон. Благодарю вас, воины. И отдельно. Все подразделения в районах Курской операции. Всех, кто действительно стойкий. Слава Украине! Слава Украине!